Теперь кадры, которые мы получили только что из Пекина. Там в эти минуты идут переговоры Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. В повестке дня масштабные двусторонние проекты. Среди них строительство высокоскоростной железной дороги Москва-Казань, сооружение магистрального газопровода Сила Сибири и новых блоков на одну из китайских АЭС. Кроме того, будут обсуждаться интеграции на евразийском пространстве и важнейшие мировые проблемы, в том числе ситуации в Сирии и на Корейском полуострове. Чуть раньше в Пекине состоялась торжественная церемония встречи российского лидера. Этот визит носит статус официального. По итогам, как ожидается, будут подписаны 30 совместных документов. Утром Владимир Путин уже провел беседу с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Джан Тэцзяном. Президент отметил, что Москва придает приоритетное значение развитию отношений с КНР. Также состоялись переговоры российского лидера с премьером госсовета Ли Кэцзяном. Наши отношения действительно носят характер объявляющего стратегического партнерства. Развиваются по очень многим направлениям и продолжают успешно развиваться. Имеют хорошие перспективы на будущее. Залогом этому, за дела, которые были сделаны, и прежде всего, конечно, в экономической сфере, экономика лежит в основе межгосударственных связей. И мы очень многое делаем для того, чтобы этот фундамент укреплялся. Но, разумеется, на этой базе мы выстраиваем партнерство по другим направлениям, и на международное вене, в сфере культуры, образования. Мы знаем, как непросто идёт эта работа, каких усилий требует проработка конкретных проектов, согласование позиций, поиск баланса интересов. А мы с вами всегда строим наши отношения на учёте интересов друг друга. И у нас всё это получается. Сотрудничество Москвы и Пекина, как сказал президент, развивается по всем направлениям. Один из конкретных примеров в области культуры — российский телеканал «Катюша». Он начнёт вещание в КНР до конца года. Все передачи будут транслироваться на русском языке, но с китайскими субтитрами. Именно так жители Китая привыкли смотреть иностранные фильмы и программы. Редактор субтитров А.Сёмкин